Привет, дружочек-пирожочки! Да, вы разгадали, кто мой тайный подписчик, и это оказался Тойстер, канал Тойстер. Вот, да, мой тайный подписчик, который прислал мне огромную коробку с игрушками, Тойстер, и вот продолжаем сегодня. Помимо всяких там нёрков кучи, мне он прислал ещё и... Во, чё! Так, например, это умная бумага, моя любимая, умная бумага, заборная модель, в этот раз какие-то совсем мягкие вообще из бумаги, реально. Картон стал тоньше, или это другая штуковина. Вот такая вот пушка, приколюшка, я в первую очередь для Ванька, то есть пусть Ванёк собирает, вот эта вся коробка, в принципе, подарок к сентябрю для Ваньки от канала Тойстер. Ссылка на этот канал в описании, но это он будет отсмотреть ролик, напишите комментарий, какой-нибудь ему привет, а ещё лучше передайте привет от Сафронова у него на канале, вот он удивится. Вот, и здесь есть ещё вот такой танк Шерман, значит, здесь тоже, это умная бумага собирается, у меня был как-то обзор на умную бумагу, прикольная тема, даже я не успел всё собрать, что-то как бы, ну, долго собирать, и надо время на это. Сейчас и так его и не нашёл. А бумага у меня лежит, кстати, недалеко здесь от компа у меня лежит в шкафчике, красивенько лежит. Но то, что собрал, выглядит классно. Дальше. У меня здесь есть, конечно же, вот такие вот гуджитсу, гуджитсу Астра Траш. Хорошо, что Траш, а не Трэш, а мог бы быть Краш, было бы смешно, если Астра Краш. Вот такой вот скуэши. Я не успеваю следить за выходом новых серий, стоят они безумных денег, поэтому покупать их сейчас нет никакой возможности, тем более, с ценовой монетизацией. Вот, если кто-то там бы прислал, но, кто там, Росман, алло, алло, я на связи, присылайте, или кто, кто там шлёт? Я сделаю обзор, у меня хорошо заходят гуджитсу. Давайте влепим лайк этому ролику, чтобы он хорошо зашёл, и чтобы у меня гуджитсу мне тоже стали прислать, да? Давайте так. А пока вот мы можем тут подарки от подписчиков смотреть. В общем, кто у нас здесь? У нас здесь вот этот вот Астра Краш. У него теперь здесь такая голова с возможностью вот с этой вот фишкой открывания-закрывания. Щёлкает так, забавно. Прикольно, голова плотная. Ещё есть костюмчик, который можно снять. Было у них штанишки можно было снять, но костюмчик, я считаю, прикольный. Что сразу так мне сделать? Хотя, по-моему, были кофты тоже. И такие ручища. Одна рука у него вот такой вот этой лапе, вторая рука у него кулак. Может ли он стоять ради интереса? Нет, никак. Никак не сбалансировано, просто некоторые иногда бывают. Но прикольный, плотненький такой. Что у него внутри? Самое главное, самое интересное. Внутри у него по ощущениям жидкость и какие-то шарики. А, нет, там размякшие... О, это Тойстер его жмякал как следует, смотрите-ка. Или так задумано было? А? Или это Тойстер шмякал? Напишите в комментариях, посмотрите у него на канале, он жмякал или не жмякал. А? Там должны быть шарики, орбизы, видите? А они все вот такие, вот такой вот он. Ну, это даже прикольно. В этом даже что-то есть, короче, вот такой. Тянется отлично. Вообще, с этим гуджитсу прикольный антистресс. Реально, в дорогу мы брали, мы там по 6-7 часов в пути были. И Ванька сидел, их там тянул, что-то с ними там прикалывался, они там боролись. С кем боролись? С кем боролись, на того и напоролись. Например, галактическая же у нас серия, и это... Так, Star Shadow. Вот видите, написано, растяни в три раза. Это типа, знаете, прикол? Пишут они это для того, чтобы... Если вдруг сильнее порвали... Ну, потянули, он порвался, голова оторвалась. Значит, вытянули больше, чем в три раза. Вот такой момент. Росман игрушки. Вот, я на связи. Росман игрушки. Так, у нас что? I'm Super Stretch. Он какой-то супертянущийся, да? А, не все у Super Stretch. Star Shadow. У него внутри что, интересно? О, у него внутри мой любимый вот этот сок. Я когда-то разрезал акулу такую с этим наполнением. Сироп, такая смола. Ух ты, тут еще и комиксы. Короче, это все так сделано стильно, здорово. Тут, видите, в комиксовом таком стиле. Так, давайте посмотрим, что там... Что он из себя представляет. Какой молодец той старшта, что сохранил упаковку. Я обычно ее выкидываю. Но здесь прям вообще красавчик. Да, так. Вот такое вот инопланетяшка. То есть, если акула, это уже что-то новое. Это уже что-то новое. Это уже что-то прикольное. Такая вот инопланетяшка. О! Вот этих... Ну, я уже их не буду разрезать. Знаете ли, когда еще мутинизация была, можно было бы разрезать их, посмотреть, что внутри. Теперь только из подделки мы посмотрим. Хотя, опять же, насколько много лайков прожмете, не знаю. Под этим видео прям большой палец вверх. И тогда все может быть. Мягче стала вот эта смола в акуле, которая, по-моему, и вообще есть у нас еще эти штуки гуджицу, которые тянущиеся со вот этой смолой. А она иногда тверже. Либо она очень подвержена еще на температуру. То есть, чуть похолоднее стало, и он как камень. А вот эта вот мягенькая, хорошая такая. И видите, внутри еще и блестки. Очень круто тянется. Смотрите, как выглядит стильно. Здорово. Действительно. И можно потянуть его за нижнюю часть. Вот так. Не больше, чем в три раза только, главное. И он вот такой собирается. В общем, такой астро-чувак. Просто голова, ничего не делает. Фишки никакой дополнительной нет. Просто новые, новые типа. Ну, они уже не новые, но для меня новые. То есть, на моем канале их еще не было таких. Следующие, следующие. Давайте посмотрим, кто же это будет. Следующий. Еще один инопланетяшнинин. Вот такой, что... Его зовут Сатурно. Сатурно. Он, видимо, Сатурно. Ну, по всей видимости, я не уверен. Но предполагаю, что он Сатурно. Сатурно-Сатурно. Да? Или откуда? Двухцветный гунаполнитель. Наконец-то я узнал, как это называется. Гунаполнитель. О, здесь тоже смола. А вот здесь она супертвердая. Твердая. Ну, и сейчас мы заценим, какая она двухцветная. Двухцветный гунаполнитель. Гу. Ой, хочется пошутить, но не буду. Ладно. Ладно. Гунаполнитель. I'm stretchy. Что за комикс? Тут еще комикс. Везде одинаковый или нет? Сейчас посмотрим. Здесь что? Скорее всего, должен быть. Нет. Разный, наверное. Нет. Что тут написано? Наши герои бороздят просторы. Гу-галактика. У них все, да? Типа Гу-джитсу. Типа у них Гу-наполнитель. Гу-галактика. Гу-гугл, по всей видимости. Гу-яндекс, например, у них. Гу-яндекс. Ладно, все. Наши герои бороздят просторы. Гу-галактики. А почему не все так бывает? Наши Гу-герои. Гу-бороздят. Гу-просторы. Гу-галактики. В Гу-поисках. Гу-истоков. Гу-силы Гу. А, силы Гу. Спасибо. И внезапно. И внезапно. И внезапно. Мерзкие захватчики. Я с вас глаз не спущу. И такой глаз, который не спустит с вас его себя. Власть принадлежит. Гу-ляй отсюда. Гу. Вот, видите. Власть принадлежит. Гу-галактика. Кто будет править Гу-галактикой? А что на других? Подождите. Сейчас давайте посмотрим. То же самое везде. О, нет. Разные комиксы. Что-то я не заценил. Наши герои бороздят просто... Ну, понятно. И внезапно. На их пути встают космические Гу-галоворезы. Это Гу-галоворезы. А там Гу-монстры. Кто будет? Бдыщ. Бдыщ. А вот на той. Что-то я не заметил. Комиксы. 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 Читаем. А, нет. Короче, они либо Гу-галоворезы, либо Гу-монстры. И это у нас Гу-монстр. Похоже на Гу-галоворезы, между прочим. Так, достаем. С подкладочки с его. И вот ты какой ты хороший мой, такой какой ты глазастик. Классно. Ну, что-то в них есть. Не знаю. Притягательно. Дизайн у всех этих штук отличный. Но цена, конечно. Цена, конечно. По две тысячи, по-моему, они стоят. Но в целом, если они как бы много лет будут жить, и реально вот как у нас они долгожители есть, которые... То, в принципе, оправданная штуковина. Плюс она как бы создана для того, чтобы ее тянуть, играть. И вот как бы с ней много взаимодействия. Поэтому она должна быть, типа, прочная и выдержать много этого. Она должна быть сильной, ты справишься. Вот так. Здесь у нас у него такой ирокез. Прическа. Гребень. Четыре глаза. Голова твердая. Голова очень-очень твердая. Очень невероятно. То есть, если бы какие-то резиновые немного, то здесь прямо... Прям гвозди можно забивать. Но не рекомендую. По идее, кстати, им эти костюмчики-то можно менять. Им можно эти костюмчики менять. Смотрите-ка. Можно снять и поменять. Так, давайте насладимся. Я сниму сейчас этот костюмчик, чтобы насладиться двойной гул-жидкостью. У него нижняя часть в виде такой вот бубусечки, бубубуньки. Такой вот. И шчупальца. И вот, видите, верхняя часть у него прозрачная в этот раз. И она намного более твердая, чем у вот этого чела. Слушайте, реально разные. Здесь прям, ну, прожимается. Видимо, это сделано, чтобы они не перемешались между собой особо сильно. Они, потому что, видите, смешиваются. Вот. Мы сейчас сможем посмотреть. И они, видите, перемешиваются чуть-чуть. А внизу вот такая тёмная гул-жидкость. Классные, слушайте. Но единственное, что вот этих вот чуваков не так уж приятно тянуть. По ним пальцы, по резине, по этой. И, знаете, ребёнку, да? Ну, ребёнку совсем не очень. Короче, несмотря на то, что они выглядят классно. Гидра, по-моему, я помню, была там с такой же штукой. Тянуть их, ну, вообще не прикольно. А чуть им подморозиться стоит. И они превращаются в камень. Может, было бы их подморозить и пытаться разбить. Посмотреть, получится это или нет. Но так вот. Пока вот так. Можно вот так его закручивать. Мне кажется, это специально так дизайном придумано. Бум-бум. Чтобы он как-то так вот раскручивал свои штуки. Короче, он классно выглядит. Но насчёт тянучности его есть вопросики. То есть, может быть, не настолько круто его тянуть. Так, а у него вот эти штуки, где должны быть спереди или сзади? Всё-таки, наверное, спереди, да? И его костюмчик. Есть ещё костюмчик у него. И мы напяним его. О, это странно немножко. Ну ладно. Вот такое. Это я одеваюсь по утрам и с наработкой туда. Вот так вот. Вот такое. На любимую работу. Так. Значит, всё. Его посмотрели. Ну, всё-таки вот когда он чуть-чуть согревается, мягче становится. Но всё равно не в сравнении вот с этим чёл. Так. И посмотрим, что же прислал канал Тойстер ещё. Ещё есть. Гуджистина. Гуджистина. Вот такая вот. Вот такая вот. Это Меркуло. Фамилия у меня одноклассника была. Меркулов. Это он. На него похож, если честно. Так. Ну, здесь то же самое всё. И вот вся серия. То есть, у меня серии тут нет этого красненького, беленького. И вот этого глаза. Ультраредкий. А почему? Как? Они же не сюрприз? Как они ультраредкие? Как это работает? Э? Э? Типа просто он дороже в магазине будет? Почему он ультраредкий-то? В чём редкость? То есть, если он продаётся в магазинах, то он просто... Ну, его меньше произвели. Его меньше в магазинах можно найти. Как это? Интересно, конечно. Интересно. Занятно. Забавно. Так. Достаем. Это выглядит прикольно, чёл. Вот он. О, я люблю такие мяколки, мяшки, мняшки. У него там ещё внутри что-то. Сейчас уже новые со скелетами внутри есть. Но этот вот как бы с отсылкой к старым, где вот были внутри там косточки, какие-то штучки, дрючки всякие. Прикольные. Вот. Ну, а здесь у нас вот такой вот трёхглазный гуманоид. Было бы прикольно, если бы у них привалки хотя бы были водой. Потому что это дополнительная фишка. Интересно, отличная. И у него такой лёгкий накидочка снизу. Почему-то они не сделали им ноги. Я не знаю, хорошей это изделия или нет. По идее, две ноги – это две дополнительные тянучки. А тут одна. То есть, ты берёшь за нижнюю часть просто и вот так вот тянешь. Не больше, чем в три раза. Так, берём. И давайте посмотрим, что у него. Ну, внутри у него тоже как следует... А, нет, это вот такие кристаллы. Мне кажется, так и должно было быть, нет? Мне кажется, так и должно было быть. А давайте посмотрим, что ещё. Это у него... Что это, мозги? Что это такое? Какие-то крабики. Ну-ка. Мне кажется, это крабики. Какие-то другие существа у него. Он, типа, их съел, или они внутри него живут. И здесь будет больше жидкости. Здесь как бы не хватает немножечко влаги. Эти крабики слабо обнаруживаются. Вот такой вот какие-то вот такие. Видите, они разные. Во-во-во-во. Ой, сейчас, сейчас, вот ничего не видно. Но сейчас станет видно. Вот так. Тянем не больше, чем в три раза. О, крабики. Вот такие вот. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Вот такая вот у меня коллекция. Ну, что ж, спасибо. Обязательно Ване передам. Все это, возможно, даже запишу в телегу. Выложил ряд на этих чуваков. Сразу их надо, наверное, все будет эффектно, да? Какой мне больше понравился, я даже не знаю. Акула прикольная, потому что, ну, это классический, старый, добрый, еще с фишкой такой, типа, защитный. Эти чуваки, новые монстры, выглядят классно. Вот что странно. Ими так точно вот так играют. И я боюсь, что они могут повредить теперь друг другу голову или краску. Это странно. Немножко. Ну, вот так. Короче, у меня одни, по-моему, злодеи. Да, это же все злодеи. Хотя, может быть, добрый чел, нет? Или он злой? Какой он, добрый или злой? Если мультик смотрели, то напишите, он добрый или злой, чел? Ты добрый, чел злой? О, для Крикбейта можно написать, разрежем. Ну, ладно. В общем, посылка от подписчика с гуджитсу. Спасибо большое. Канал Тойстер. Ну, так и есть по факту. Он подписчик и зритель. И все такое. И так что можете ему написать. Привет передать, он прочитает. А лучше привет передайте у него. А лучше подпишитесь. Он увидит вашу подписку, это точно. И это будет для него супер приятно. Ну, а если вы хотите видеть меня на канале больше гуджитсу, то обязательно кидайте. Друзья, сами смотрите, лайк поставьте. И, в общем, поддержите. Тогда гуджитсу будет больше. Ну, а я пойду немножко с ними еще поиграюсь. И отдам Ваньке. На этом все. Пока. Запомните, в телегу можно будет зайти посмотреть. Наверняка сниму момент подарка этой штуки. Хуба! Бжжж! Я кулеша победил! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!